Это вот первый дом, тут баня была, у меня голубы были, и с тревать залезали, а тут с Сашей, Семькопов, что-то вставали, где были, с мамочками были. Вот это первый дом, старейщики тут вставили, и уже была, разрешение ФСБ только можно было, боялись, что государство развалится, нельзя было, матч состояла. Разговаривает телефон, и ничего не помогло, все равно та саласть ушла, провалилась в преисподнюю, а участь людоедов всегда такая. Вот так, это и сама она все сделана была, что-то не пожалось кирпичу, вот он отваливается, видишь, насколько отломилось. Вам научат брать ту камеру, это у вас шумом записывает? Да? Да. Ну, я не знаю, там в карман не влазит. Вот смотри, как вы обрубили это, так чисто. Здорово. Я за арбузами приехал. Арбузы? Ну, давай. Смотри, как бочки заровнялись. Ой-ой-ой. Володя привез. Что, какие? Что, да. Вот, какой-то получил, который еще там совсем лежал, который сидит. Здесь надо отдельно везти. Ну, бери и тащи. Нет, в первую очередь, что садишь? Там тебя Надежда Васильевна ждет что-то. Ну, вот, чтобы я отнесла помидоришков. А я говорю, приходи сама. А, болеть сегодня. Ну, да. О, моя работа. Тут замочек висит. Разная крыша тут перекрыли. Это матушкин дом. Вот он сделал не просто так, а сначала кирпичи делали. Из глины, соломой. И он стоит. Замазали сверху, штукатурка-то отпадает. Надо набивать колышки какие-то, и она за колышки бы держалась. А вот прям на уровне глаза. Ну, что тут непонятно. Загнуть его. Вот это вот сарай. Все, это моя работа была, по милости Божьей. А там домик Иосиф Усинов построил. Вот, а там дальше колодец. Там уже не работает он. Шкворечник оторвался почти. Это тоже мы копали вместе. Милости Божьей. Это маточки, это пчелы были. Сейчас, наверное, нет. Первый дом. Мама наша жила здесь. Правда, в дом Павла потом перешла, там и окончилось. А у тебя пчелы-то не водятся сейчас? Есть. А где они? А сколько у тебя ульев? Семь. Семь? Это не те, которые батюшке подарили тут. Какие-то люди подарили, привозили ему ульи. А он пропал. Он же пропал. А этот Шерстобетов-то, Геннадий Павлович, он зимой несколько раз привозит, покупали. Трехлитровая банка. Сколько она стоила? Тысячу. Сколько? Тысячу. Да, тысячу. Трехлитровая банка меда сколько стоила? Сейчас, сейчас. Когда же тысячу, когда? Не помнишь? Тогда тысячу и двести. Для чужих тысячу, а для нас семьсот рублей стоило. Семьсот рублей трехлитровая банка. Притом без примеси сахара. Это для нас только, только для наших общих. Ну хорошо, понятно, для нас. Да и тысяча-то рублей не так дорого. Он был когда-то в деревне, его мама и моя мама работали на одной пасеке. Та была как главная, а моя мама ее помочь. Но моей маме дома было тридцать ульев примерно. Она тоже все... Дед мой, матери на тесто разбирался. Даже Павел держал. Ну вот такое дело. И очень хорошее. Я его как лекарство держу себе. Когда есть ничего не охота, я для аппетита возьму, и тогда аппетит идет. В несколько банок держу про запас. Богатый человек. А потом он уехал в соседнее село в Урывку. Его избрали там директором совхоза. Ну а теперь он, бедно, на пенсии. А мать-то его, Ксения Михайловна, умерла. Нехорошей смертью. Я не слышу все равно. Ты приспособься ко мне, что я не слышу. Да, он не слышал. Я сколько держал, никогда ничего не продавал. Володя что-нибудь расскажет. Вот представь, как деревня. Сегодня, кажется, 13 число июня. Вот он. Она уже переросла. А это что? Арбуз? Арбуз это, да. А так ты не вырывай, может, ты выбрасываешь-то хорошее. Это сорняк, сорняк. Я уж арбуз-то отличаю от сорняка-то. А до сорняка, да, тогда уже специалистом можно считать. Лебеду я вижу, что выбросил. Ну, так батюшка хорошо сделал дом, и кирпичи отваливаются. Их ничего не сделал, только заново все переделал. А почему? Потому что не за что держаться. Держаться не за что. И осадка оторвала их. Вон как. Вот я показываю. Кирпич. А здесь вот мы копали первый пруд, два бульдозера наняли. Никаких кадастров не было. Точно деревню восстановить. Деревню это принятое решение краевой администрации, совета депутатов трудящихся было. Председатель там был тогда Суриков, последующим губернатор Александр Александрович. А потом был послом в Белоруссии. На его место пришел Евдокимов. Евдокимов. Погиб в автокатастрофе. Вот как. Тут столбы первые на пасынках, а это вообще бетонные. Вот тут дорога. И вот здесь глина была. Пали семена на нее, какие выросли березы, все. Ну, я все там вырывал, вырывал. Тут дорогу-то делал, на дорогу сколько он вынес глины. Люди готовые, которые пришли позже, вообще ничего не ценят. Вчера батюшка в собрании было. Я чужому человеку доказывал его звать чужой. Сколько здесь было, сколько властями. Я сколько там в прокуратуре, наверное, 50 раз только был в соседней деревне. Телят пасли. А тут у нас там у них стойбище было. А распустя самые пьяные, вечером хорошо слышно, матерятся, курят. И надо отодвинуть. А отодвинуть это никак. Как-то отодвинешь. Это решение должно быть принятое. Приезжают представители прокуратуры и сдвинули их на 6 километров отсюда. Посередине докорчены столько же. Вот какое дело. А новые эти бывают люди, которые ничего не добра, ничего не понимают. Приедет, а потом и уедет. И такой след оставляет. И хорош. А которые первые были, вот возьми староста у нас, барабаш Игорь Александрович. Жена Елена Анатольевна, он староста, начинал полгектара, потом 4 гектара земли. А сейчас 1200. Склад. А то на улице все было. Вот Володенька поедет. А это вот ссы, кучки называются, растет. Крапива рядом, вот пища. О, я и не думал, что ты едешь тут. У меня велосипед вон там лежит. Тут под ногами какая-то доска. Володя, доска, дерни, иначе она проколит тебе шину. А? А? Доски убери, что за доска? Зачем она тут лежит? Она может с гвоздями быть. Обязательно убрать надо. Вот так, смотри, о. Ну ты когда видишься, я вот так стараюсь убрать, иначе проткнет она. Вот так. Сказываю. Это матушка Гуднила Ивановна, мы агроном. И солист. Тебя очень сильно ценит Алексей Семенович. Ой, говорит, какая она работница. Да. Твои гости приезжают. Он агроном, главный агроном Корченского. Там их много тысяч, наверное, депутатов. Вот она как-то, госпожа. Боялась совсем, а сейчас ничего, все, привыкла. Конец. bild. Так. Продолжение следует...